Делай! Тренировка. Шестилетние девчонки и мальчишки изучают корейское боевое искусство Тхэквондо. Его особенность заключается в активном использовании ног в бою, как при ударах, так и для защиты от них. Это единоборство стало набирать популярность в нашей стране с начала 90-х. Да и сегодня желающих попасть в эту спортивную секцию меньше не стало. Сегодня это как бы мое новое возрождение, потому что я два года назад был приглашен в Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан сюда, чтобы готовить здесь спортсменов с юных лет с постепенным переходом передачи этих спортсменов в училище Олимпийского резерва, поиском молодых талантливых ребят и подготовкой спортсменов самого высокого уровня, вплоть до участия в Олимпийских играх. Тренирует юных спортсменов заслуженный тренер Украины Юрий Бабак. Тхэквондо он занимается на протяжении 27 лет, из которых 23 делится своим опытом. За это время ему удалось вырастить немало чемпионов. Сейчас его задача обучить боевому искусству юных казанцев. По словам родителей воспитанников, Юрий Бабак вкладывает душу в свое дело, а потому по праву заслуживает звание любимого горожанина. Благодаря ему в наших группах всегда такая дружественная, спокойная, хорошая, благоприятная атмосфера. Дети очень его любят, и родители. Мы ему очень благодарны за то, что он тренирует наших детей. Всегда может найти подход даже к самому трудному ребенку. И за это мы ему очень благодарны. Тренер замечательный, все доводит, доступно. У него большой стаж. И самое главное, умеет обращаться с медчатой, что не каждому дано. То есть дети его слушают и вникают. За профессионализм, вклад в развитие Тхаквандо в Казани и любовь к своему делу и к юным спортсменам мы вручаем Юрию Михайловичу значок, любимого горожанина от телекомпании «Эфир» и памятный подарок. В честь 25-летия телекомпании «Эфир» мы проводим акцию, в которой могут поучаствовать казанцы, совершающие добрые дела. Расскажите нам о них. Присылайте письма на Пролетарскую 17 или пишите в группе телеканала ВКонтакте. Герои интересных историй удостоятся награды и будут прославлены на весь город. Эльмир Гляхметова, Максим Зуйков, телеканал «Эфир».